Основной покупатель зерна в Африке это был всегда Египет, а в принципе до голодающих детей в Центральной Африке это не дойдет вообще. Понятно, что вся вот эта вот вакханалия, развернувшаяся вокруг того, что из-за военных операций миру грозит голод именно из-за того, что только украинское зерно не будет вывезено. Украина, да, занимала по пшенице, например, там 5% мирового экспорта. В целом по остальному зерну в совокупности было гораздо меньше. То есть были крупнейшие страны, гораздо более крупные, которые производят зерно, и там Китай, например, и Индия, и Россия в совокупности, Украина там на каких-то пятых-восьмых позициях. Поэтому как производитель в целом мирового зерна, она не самое важное государство. Еще меньше она как экспортер зерна была. Поэтому только отдельные показатели, да, там были, но и мы видим, что в основном эта вся продукция шла как раз-таки не в развивающиеся страны, а в страны. Но по сути, что мы имеем? Мы имеем на Украине скупленные крупные земли, сельхозугодия были скуплены крупными именно западными корпорациями. Вот они и стремились вывести свое собственное добро к себе на запад, и потом уже там из Англии, из Ирландии продавать это зерно развивающимся странам по необходимым для себя ценам. То есть никакой на самом деле здесь практической необходимости и такой серьезной зависимости именно реально нуждающихся стран, голодающих стран, стран африканского региона или развивающихся стран, там азиатских, да, в этом украинском зерне его не было. Но задача была, да, много раз поднималась, что это с одной стороны была и, возможно, попытка под маркой этих зерновозов и провести дополнительно какое-то оружие на территорию Украины. Да, большие, можно сказать. Да, кто там, что там везет в трюмах, не всегда можно проверить. Вот, поэтому попытка опять-таки политическая, да, то есть заставить Россию снизить режимы как бы изоляции Украины, да, попытка получить доступ в черноморское пространство, где прочно российский флот господствует, получить доступ и в том числе и с разведывательными целями. То есть все это в совокупности, конечно, вот, ну и показать, что, ну вот, Россия поддается нашему нажиму, давайте будем под маркой борьбы за счастье всего мира. И опять-таки обвиняясь, что это как бы Россия виновата в этом всем закрытии украинского зерна на территории Украины и в мировом голоде. То есть это все в основном было пропагандистское и такое военно-разведывательное звучание все это имело, но никак не реально обеспечение продовольственной безопасности.